Вспомните себя ребенком, как мы хотели стать взрослыми, как мы много в этом видели того, чего не могли получить с детства. Но пришла взрослость, то есть мы как бы стали взрослыми, и куда девалось наше желание быть этими взрослыми, почему нам хочется капризничать, топать ногами и позволять себе все, что могут позволять себе дети. Вот об этом интересном факте взросления, или в процессе взросления, или в опросе взросления, мы сегодня говорим с нашим гостем, заведующей психологической клиники Казанского федерального университета, клиническим психологом Энжи Анваровной Латыповой. Здравствуйте, Энжи Анваровна. Добрый день. Здравствуйте. Ну и раз уж мы анонсировали эту тему, вот помните фильм такой был, Элема Климова «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен», там директор лагеря Дынин говорит, когда я был маленький, я очень любил и так далее. Вот в чем заключается вот этот секрет взросления, почему мы часто говорим взрослым таким же взрослым, как я, допустим, или еще кто-то менее взрослый, ты ведешь себя как ребенок, и почему это плохо, и плохо ли это, ну вот много вопросов в этой части. То есть если ты ведешь себя как ребенок, значит, ну как будто бы тебя обзывают, да, то есть или как-то какое-то ругательство получается. Да-да-да, такая негативная оценочка какая-то. Негативная оценка, да. Вот что такое взрослеть? Вот, допустим, ну, с самого начала у нас есть подросток или там ребенок, которому нужно повзрослеть, что это означает? Ну вот взросление, конечно же, есть разное, скажем, да, ну самое, какие критерии взросления, как мы можем сказать, что человек действительно повзрослел. Самый объективный критерий – это паспорт, паспорт. Получил паспорт, то есть и у человека раскрываются возможности, дополнительные возможности. Все, что связано с вождением, все, что связано с созданием семьи, устройством на работу, да, какими-то дополнительными льготами, возможностями выезжать без родителей самостоятельно, подписывать соответствующие документы. Конечно же, взросление оно несет и меру ответственности, да, то есть поскольку, поскольку уже подключаются и системы наказания тоже. И, соответственно, здесь, наверное, уже такая игра, что я немножечко взрослый, не получится, да. То есть если есть паспорт, значит, у тебя есть ответственность, и значит, уже линия поведения твоя должна поменяться. Это такая красная черта без возврата, то есть уже в детство не вернуться, да. С точки зрения документов, с точки зрения социума именно, да, то есть социум тебе в определенном возрасте, как определено, там, закон 18 лет, ну, где-то в каких-то частях немножко раньше, условно говоря, 18 лет дал тебе возможности, тем самым наделив тебя ответственностью, которую ты не можешь не принять, да, в отличие от других каких-то возможностей. Конечно, то есть это все регламентировано. И, соответственно, имеешь наказание, если что-то идет не так. Да, и, наверное, мало кто осознает этот, да, момент. Ну, получил паспорт, получил, да, то есть мало что поменялось и сознание, и в поведение, здесь, наверное, тоже нужна какая-то определенная подготовка, и, наверное, какой-то должен быть разговор со стороны взрослых, да, то есть какие-то определенные лекции, просвещения, что уже начинается другая взрослая жизнь, взрослая жизнь. И в каждой стране есть определенные возрастные границы, если говорить, да, ну, то есть у нас в России сейчас, по-моему, сколько паспорта, сколько у нас получают? В 18 лет. А, нет, нет, паспорт в 14 лет. В 14 лет сейчас, да? В 18 лет это другое. То есть видите, как границы сдвигаются, то есть интересно, как меняется мир, то есть если раньше это было в 18 лет, то сейчас уже получается с 14 лет, да, и двигается вся возрастная периодизация, то есть если раньше у нас было в 60 лет человек уже считался, какой там возраст был, да, старческий возраст, сейчас это в глубокой старости, сейчас это получается средний возраст, полный расцвет и, соответственно, таким образом здесь происходит продлевание жизни, да, то есть мы начинаем рано взрослеть, активного периода жизни, начинаем рано взрослеть, 14 лет, и уже, то есть еще в 75, еще считается возрастом, то есть не старческим. Существует у нас несколько периодизаций, классическая периодизация Выгодского. Выгодский говорил о том, что онтогенез повторяет филогенез, то есть поэтому, то есть мы в каждом периоде проживаем также свое раннее, то есть как бы внутриутробный возраст, то есть развитие. В каждом этапе развиваемся от нуля, условно говоря. Да, в каждом этапе мы развиваемся и получается в этих этапах, подэтапах есть еще все историческое развитие, да, то есть поэтому, если мы смотрим на зародыш человека и, скажем, биологического существа, ведь очень похожи мы, да, то есть если смотреть, то есть получается мы повторяем вот этот весь цикл и удивительным образом уже во внутриутробном развитии, ребенок, он повторяет всю историю получается человечества, да, и вот эти вот циклы, если посмотреть на жизнь человека, она также циклична, она также циклична, то есть об этом говорят астрологи, об этом говорит периодизация, об этом говорит жизнь, практика жизни. Да, об этом говорят наличие вот тех самых возрастных кризисов, это же как раз и есть переходный момент из одного цикла в другой. Да, то есть и поэтому, когда мы вступаем в определенный цикл, да, согласно периодизации, мы, получается, начинаем этот процесс, раскрываем, доходим до пика, и если человек, получается, его не проживает этот период достойно, да, то есть ну как достойно, прожить, получить все уроки, обучиться навыкам, умениям, знаниям этого периода, ценить этот период, потому что очень часто бывает желание не принятия своего возраста, откуда возникает, да, то есть желание быть или молодым, вернуться в свое детство, или наоборот, взрослиться, да, то есть когда юная девочка одевает на себя взрослую одежду, уже изначально такая серьезная дама, то есть и говорит так серьезно, сколько ли тебе лет, 15, удивительно, да, сейчас как мы встречаем, да, молодежь. Ну вот это явление гораздо менее распространенное, нежели наоборот, когда взрослые женщины, которые по статусу уже там давно Матроны, заслуженные, да, с определенной социальной ролью, но часто там вот не могут принять ни возраст, ни свое социальное какое-то положение, и вот с этим какие-то искажения происходят. Да, и происходят искажения, чаще всего непринятие, искажение реальности, неадекватность поведения, и, соответственно, влечет к определенным болезням, да, то есть психосоматика возникает по причине того, что мы не можем прожить, принять, или случается какая-то травма психологическая, которая... Не позволяет психике развиваться, да? Да, то есть психика получается, то есть как... Что такое психика? Субъективное отражение объективной реальности. Мы отражаем некую реальность, и в этом отражении у нас нет сил, психоэмоциональных сил, чтобы достойно переработать информацию, трансформировать ее, пережить, от слова не пережить, пострадать, а прожить ее достойно, получить свои жизненные уроки и, соответственно, пойти дальше. И если такое происходит у человека, он один раз не смог это сделать, второй раз, то есть у него получается, включается психосоматика, начинаются болезни, и очень часто мы ведь знаем, что голова болит не потому, что давление высокое, а давление высокое, потому что идут другие причинно-следственные связи. Какие-то внутренние процессы, которые можно выявить, только если человек начинает заниматься этой сферой своей жизни. Да, занимается самоисследованием, задает себе вопросы, ходит к врачам и не получает ответов. Конечно же, тогда приходит к нам, к психологам, и мы даем эти ответы, мы поясняем, работаем. И человек, как неверующий Фома, который не верит в психологию, сталкивается с психологией, в прямом смысле слово сталкивается, потому что уже нет путей, других путей нет, только путь к самому себе. Есть ты, и ты эту задачу должен решить, никто за тебя ее не решит, ни твой муж, ни жена, ни дети, ни наставник, ни учителя, никто. Ты пришел в этот мир, решить эту задачу, ты ее должен решить, получить опыт, и если ты проживаешь это, ты психологически становишься взрослым, а ты идешь на следующий этап. А если ты не прошел, никуда не попадаешь. Тебе дверь закрыта. Вы прямо сейчас так хорошо коснулись экзистенциального одиночества, да, прям четко так человеку сказали. Да. Никого ни на кого не рассчитан. Но ведь по большому счету, вот есть два момента, на которые я хотела бы обратить внимание. Первое, вот вы немножко ранее проговорили о том, что наступает определенный период, и не все понимают, что вот он наступил, этот период взросления, и надо начинать. И, наверное, вот в других более ранних исторических моментах существовали какие-то инициаторские практики, которые вот тем, что они есть, эти практики, и тем, что ребенок или подросток уже, да, молодой человек, девушка, в них участвовали, для них и было неким таким вот такой жирной галочкой, что я уже в каком-то смысле слова что-то сделал для того, чтобы взрослые меня приняли в результате вот этих вот ритуальных действий, меня приняли во взрослое общество. Сейчас этого практически нет. Раньше это было даже не так давно, это была армия, вот в ближайшем прошлом. Сейчас в армию попадают, ну, половина, наверное, да, остальные по здоровью просто не проходят или какие-то альтернативы находят, а с женской стороны вообще ничего нет. Да, психологически, да, психике нужны какие-то другие языки, да, психика воспринимает, да, образы, эмоции, ритуалы, традиции, недостаточно говорить только словами, нужно обустроить ситуацию проживания и переживания, и таким образом мы говорим о том, что ритуал или инициация, процесс инициации, это ситуация, ситуативное обучение, как вот, да, у нас есть в классической психологии, в педпсихологии, ситуативное обучение, когда человек попадает в эту ситуацию, и он получает тот опыт, который ему необходим, его сопровождают в этом, и уже после этого можно поговорить. Здесь даже слов не нужно, потому что человек реально это проживает, первая инициация, то есть получается, конечно же, когда идет перед пубертатным возрастом, то есть взросление, меняется психофизиология, как вы уже говорили, мальчики переходят в мир мужчины, то есть становятся воинами, а девушки, получается, со смены психофизиологии включаются в женский мир. В женский мир, да, буквально включаются с помощью, опять-таки, физиологии. В психофизиологии, да. И здесь, конечно же, хорошо, если в этот момент будут старшие мамы, старшие сестры, которые объясняют, которые рассказывают и своим примером показывают девочкам, что, как, какова женская сущность, каковы женские, скажем, ну вот эти вот, скажем, предназначения женские, потому что это некое, нечто другое, то, чему не обучают в социуме, да, то есть это какая-то такая внутренняя школа, получается, школа семьи. Система. Школа семьи, да. То есть хорошо, если это будет школа семьи, а если нет этого в семье, то тогда, конечно же, вопрос, где это искать, и, наверное, тогда наши коллеги-психологи работают над этим вопросом и создают специальные ситуации обучения, женские программы, женские тренинги, различные ситуации инициации, чтобы уже женщина во взрослом состоянии получила этот опыт, прожила и повзрослела. То есть получается, как будто бы в этих ситуациях инициациях для взросления нужно какое-то разрешение. Разрешение. И когда тебе маленькой девочке говорят, да, уже можно, можно, ты можешь, ты сможешь, делай, то есть и тогда девочка, она становится взрослой девушкой, идет в этот путь. То есть вот эта инициация как некое разрешение. Правильно ли я вас понимаю, что вы рекомендуете женщинам, у которых есть некое представление, что что-то с моей женской частью, идет не так, как посещение вот таких вот женских кругов, женских тренингов, именно женского, ну вот такого плана. Да, конечно. То есть если это рассматривать с точки зрения психологического взросления, тренинг, он прежде всего направлен на задачу взросления, психологического взросления. То есть он носит диагностический характер, то есть первый этап обязательно это всегда диагностика, групповая диагностика, индивидуальная диагностика, потому что есть и возможность обратиться и в индивидуальном порядке, то есть задание для группы индивидуально. Соответственно, каждый для себя определяет с помощью ведущего вот эту вот задачу на конкретный тренинг. Эта задача чаще всего бывает связана с какими-то противоречиями, с отсутствием знаний, и, конечно, человек становится психологически сильнее. То есть он проживает этот момент, он проживает непрожитое, предположим, и возвращает себе психическую энергию. Наступают моменты осознаваний. Осознание — это тоже про взрослость. У вас в клинике есть такие женские круги, вот такие женские группы? Собираетесь? Ну, поскольку запроса не было, если будет запрос, конечно же, мы же по запросу работаем. Понятно. То есть если будет запрос, мы всегда отзываемся и реагируем на тему. Очень актуальна тема отношений, тема самооценки в основном, но она тоже бывает связана, конечно, с психической взрослостью. Правильно я понимаю, что такой диагноз, как бесплодие неясного генеза, тоже может иметь отношение к незрелой и психике женщины, которая, ну, с точки зрения психики, не способна оплодотвориться и стать будущей мамой. Конечно. То есть женщине нужна определенная психологическая готовность для того, чтобы, во-первых, выносить малыша и встретить его в этом мире, это дающая позиция, это дающая роль. А если девочка не повзрослела, то есть те процессы, которые будут происходить, они будут ее не радовать. Мысленно она будет обращаться к тому, что у нее что-то отнимают. То есть уходит ее молодость, уходит ее время, она не сделала карьеру. То есть ребенок ей мешает. И, конечно же, воспринимается как бремя, как абуза. И любые стрессы, которые девушка молодая, женщина молодая проживает в этом состоянии, конечно, они будут не способствовать завершению беременности. То есть всячески будут завершаться. Ну, трагическим образом. Да, трагическим образом. И вот сейчас вы сказали важную фразу, что когда я маленькая, я всегда привыкла к тому, что мне дают. А когда я стала, например, взрослая, то я сама начинаю давать. То есть не только брать, но еще и давать. Вот это ключевой момент. Ребенок, он всегда дающий. Да, если мы говорим про психологически взрослого человека и психологически не взрослого, то получается, ребенок это берущий. Ребенок, он говорит, дай, я хочу. И его желание должно исполниться сиюминутно. Он не готов ждать. Не важно, вот дай и все, иначе будет истерика. Если мы говорим про психологически зрелого человека, человек дающий, конечно же, он находится в балансе брать и давать, потому что это тоже очень важно для гармоничных отношений. И, то есть взаимоотмена, коммуникации, профессиональной данности во всех сферах баланс брать и давать очень важен. И, соответственно, получается, что в этой ситуации взрослый, ставя цель, он может ждать. Он может ждать, выстраивать намерения, выстраивать свою цель, преодолевать трудности, концентрироваться, выносить нагрузки психологические, которые приведут его к цели. И если говорить, сколько ждать, иногда бывает максимально 10 лет, чтобы... Но это уже, вы знаете, как, конечно же, вот сила намерения, говорят, да? То есть это, она связана, конечно же, с волевыми качествами, прежде всего, да? То есть иногда даже бывают волевые качества у человека отсутствуют или снижены, потому что у него, скажем, есть, ну, определенные отклонения, да? То есть, предположим, различные внутриутробные инсульты или какие-то нейропсихологические заболевания, которые приводят к тому, что у него отсутствует волевая сфера. То есть, ну, органика, да? Да, то есть, выражена органика. В той части, которая, допустим, за волю отвечает. Да, то есть и в этом ключе здесь есть моменты, которые поддаются психокоррекциям, а есть ситуации, когда бесполезно, да? То есть нет возможностей что-то поменять. Что-то исправить радикально. Ну, вот в обществе сейчас очень модное слово, толерантность, которого уже, ну, разные реакции вызывают. Ну, да, я, говорят люди, вот я девочка, да, девочка-девочка, как сейчас говорят. И что в этом плохого? То есть, если я правильно поняла, что минусы все-таки в том, что не развивается физика, ой, психика не развивается, и, соответственно, раз у нее по природе заложен все-таки развитие, да, то, получается, неминуемые заболевания какие-то, да? Так ведь получается или нет все-таки? Ну, да, получается, видите, как? То есть физическое тело растет, предположим, а психическое тело не растет. Тело это же тоже, оно имеет свое тело, да? Ну, как вот образно говоря, да? Психическое тело, мы говорим, да? Вот, то есть, получается, что нагрузки с возрастом увеличиваются, физически человек может выдержать дистанцию, пройти пешком 5 километров, 10 километров, а психически, психологически, если не будет он взрослеть, то есть он не сможет переработать тот объем задач, целей и нагрузки, которые нужно в соответствии с возрастом. И мы, получается, сталкиваемся с такой ситуацией, когда, предположим, ну, вот у меня был, да, случай женщины, да, там ей 50 лет, получается, она руководитель, да, завода, а на уровне психики ей 3 года. То есть уровень задачи, уровень мышления, то есть уровень, скажем, восприятия ее реакции, способ реагирования, обидеться, предположим, на ситуацию, отсутствие коммуникации, диалога при всей организованности, отсутствие самоорганизации. И хорошим диагностическим моментом психологической зрелости является ситуация стресса. Вот когда случается стресс, получается человек максимально искренен, то есть ему нужно действовать. И насколько он может собраться, насколько он может принимать решения, насколько он может реагировать, соответствовать вызовам. То есть он в этот момент как бы немножко деградирует, ну, деградирует в том плане, что он спускается к своему настоящему. В свое настоящее состояние. Настоящее состояние. В свой настоящий психический возраст. Возраст, да. Там, где он может решать задачи. Вот нужно посмотреть, насколько в этом состоянии, какое, во-первых, это состояние, да, то есть какому возрасту оно соответствует, И, соответственно, здесь уже для нас это такой диагностический срез. Поэтому, когда человек приезжает в другую страну, то есть у нас много иностранных студентов, по сути, для них это испытание. То есть возможность для многих повзрослеть психологически, пройти этот момент взросления, инициации, то есть отрыва от родительского лона, то есть отрыва от родительской семьи и вход во взрослую жизнь. Потому что этот период совпадает с первым курсом. То есть человек или взрослеет, или может сломаться, и, соответственно, его нужно действительно здесь поддержать, чтобы он не сломался, и помочь ему повзрослеть. Помочь повзрослеть — это значит найти смыслы в этой ситуации, найти причинно-следственные связи, увидеть причину, что с ним происходит. Потому что здесь и сейчас он, возможно, реагирует не на настоящее, а дает те реакции, которые у него были в три года. Триггерные, так называемые. Триггерные ситуации, которые запускают детские ситуации, травматические ситуации, детское реагирование. И он привык так реагировать. Ситуация поменялась, и мы его обучаем. И в процессе консультирования, одна из задач, которую мы выполняем, мы обучаем адекватному реагированию, адекватному проживанию уже во взрослом состоянии. Переучивайте. Этих же состояний, да. Вот вы сказали, на мой взгляд, прямо фантастически важную вещь, о которой я, по крайней мере, нигде не слышала, вот так, чтобы ее муссировали. Ведь наоборот, в соцсетях муссируется тема «оставайся ребенком». И в то же время существует еще, как вы знаете, иррациональное убеждение родительское, которое так и звучит. «Не вырастай». И вот этих вот убеждений у нас очень много, и они как раз вот к тригерным, глубоким, гипнабельным относятся, да, потому что на очень ранних стадиях произошли, и любящими родителями, да. И вот эта вот иррациональность убеждения, она присутствует, наверное, как проявляться, да, помогает. И вот то, что вы... Издалека захожу, но чтобы понятно было, почему. Вот это вот то, что вы связали, что, пожалуйста, можешь не взрослеть, это твой выбор, но тот должен понимать, что если физика будет развиваться, а психика будет отставать, неминуемые дополнительные болячки, дополнительные болезни, именно уже на физическом уровне, та самая психосоматика будет проявляться гораздо раньше, и она же будет тормозить и сокращать жизнь. Вот вы сейчас очень соединили это все в одну, и, ну, мне кажется, это стало доступнее для понимания, ну, что вот она прибавит причинно-свестную связь. И еще есть выгода в этом, в этом выгода, да, какая есть выгода. Нужно же понять человеку, почему это выгодно, да. Конечно, у любого человека есть. Конечно же, не болеть, потому что психику свою тоже нужно тренировать, ее нужно взращивать. И нужно... Мы даже иногда в отношениях взращиваем друг друга, да, то есть любящие люди взращивают друг друга. И поэтому, если говорить про педагогов, мы тоже, получается, как любящие, да, то есть как с позиции материнской порой, да, выращиваем наших подопечных, да, студентов, обучающихся. Ведь можно достичь цели или получить результата, если ты договорился, договорился с самим собой, договорился с окружением, смог адекватно просоответствовать в обучающей ситуации, выполнить все требования, которые нужны. И только тогда ты можешь достичь того, чего ты хочешь. Наверное, это большой бонус для того, чтобы быть взрослым. Да, если ты только знаешь, то чего ты хочешь. Вот ведь еще мы на какую-то тогда мину замедленного действия наступаем. Да, это тема цели, да, тема цели, потому что это, конечно, это может быть... Это уже какая-то взрослая немножечко взрослость какая-то. Конечно, да. Если человек может вообще себе цель поставить. Конечно. То есть умение ставить цели, оно предполагает, то есть, скажем, рациональное, адекватное оценивание своих ситуаций, возможностей, навыков, понимание, чему тебе нужно обучиться, конкретику действий, определенный план, стратегию. И для того, чтобы это выстроить, конечно, здесь нужно быть психически зрелым человеком. И само, скажем, целевое, скажем, такое обучение, то есть целевое обучение не в общепринятом смысле, потому что целевое обучение, оно есть еще немножко социальный контекст, когда есть направление целевого. А именно я имею в виду психологическое. Цель у тебя есть. Ты идешь, и ты в процессе этого тоже можешь взрослеть. Сначала ты становишься таким достигатором. То есть ты становишься достигатором, ты ставишь цель, достигаешь. Ставишь цель, достигаешь. Это дает возможность повысить твою самооценку, дает возможность выстроить уважение, сформировать уважение к тебе, как к личности. И уже после периода целевого достижения человеку раскрываются смыслы. То есть эта цель, как в период осмысления, то есть она, получается, следующий этап, он связан с осмыслением, нахождением тех ценностей, которые дала тебе эта цель. То есть ты начинаешь видеть, и ты в этом тоже взрослеешь. То есть ты, получается, переходишь на следующую ступень осмысления, которая дает тебе возможность ставить взрослые цели. Если это, может быть, цель сначала купить какую-то игрушку, а потом ты идешь дальше. Но если ты ломаешься и не достигаешь этой цели, понятно, что ребенок, во-первых, не может выдержать этого напряжения, которое нужно выдержать на пути к цели. Здесь, получается, вот этот момент поломки человека может произойти, то есть или же отсутствие вот этой поддерживающей среды, которая нужна человеку, потому что это тоже ведет к взрослению. И университет, это та система, это институт взросления человека. Да, конечно. Институт же многозначное слово. И здесь вы опять очередную прекрасную аналогию провели, такую вот удобную для осознавания, что взросление — это процесс, это не дело одного дня. И если ты где-то застреваешь, то надо понимать, что нужно просто... Вот здесь, кстати, тоже интересный момент. Ведь мы сейчас с вами говорим о ситуации больше о том, когда человек не взрослеет, становясь физически взрослым, а еще ситуации, когда, допустим, подросток или очень молодой человек взрослеет гораздо раньше в силу тех или иных обстоятельств. Это вот всегда хорошо? Или в этом тоже есть плюсы? Вы знаете, да, в определенных ситуациях ребенок, особенно находясь, например, в родительской семье, он понимает, что иногда бывает так, что ребенок взрослее, чем родители. Даже начнем вот с этой истории. Поскольку родители не принимают определенных решений, ребенок начинает принимать их за родителей. И идет гиперкомпенсация, идет сверхнагрузка психическая на человека, на ребенка. И это нехорошо с точки зрения. Потому что ребенок, он должен проживать свое детство и чувствовать себя ребенком защищенным. Здесь, получается, родители ребенка меняются местами. Ребенок старается защитить, потому что он очень любит своих родителей. Он делает все возможное, чтобы взять все обиды, вину, какие-то даже иногда болезни на себя. То есть мы знаем, что есть системный подход к семье, где ролевое взаимодействие идет, и иногда вот эта смена ролей, каждая роль связана с другой ролью. И, соответственно, со всеми последствиями, которые вытекают. И психологическими, и линией поведения, и диагностикой, и психосоматикой. То есть это очень такие тонкие вещи, системные, когда мы рассматриваем семью как систему. И поэтому этот ребенок, выходя из системы, он уже обучен определенной линии поведения. Брать гиперответственность, то есть брать много на себя. Понятно, что он становится старостой в дальнейшем. То есть вот эта гипернагрузка, то есть она, конечно же, он потом и партнеры по жизни находит дополняющего. То есть если он гипер, значит ему нужен, скажем, гипо. Потому что системы не может быть два гипер. Когда мы учились на семейной психологии, у нас одна из деталей, что как пары создаются, если, допустим, один из пары был первым ребенком в семье, то идеальная пара для него, если его вторая половинка будет вторым ребенком в семье. И наоборот. Либо они оба единственные. А вот если, допустим, муж и жена, или там мужчина и женщина в паре, оба вторые дети, это бой быков и море крови будет. Оба гипа, да? Или гиперопеку получили, вероятнее всего. Но это так интересная такая зарисовка была. Конечно, это принцип дополнительности. Принцип дополнительности работает везде. И поэтому, конечно же, то есть гиперчеловек, гиперответственный, он всегда сталкивается с такой ситуацией и несет вот эту вот нагрузку. Он не отдыхает, то есть у него возникают стрессы. И психологическая работа заключается в том, чтобы освободить его от этой вот супер-взрослости, да, такого вот, ну, этой позиции. Прожить свою молодость, прожить свое вот это вот отрочество прекрасное, побыть ребенком. Плакать, умение быть слабым. Да, кстати говоря, вот это вот умение побыть ребенком тоже. Казалось бы, да, смотрите, вот интересный парадокс получается. Человек внутри ребенок, ну, вот как вы говорите, директор завода, внутренние три года. Но в то же время очень сложно своего ребенка, ну, как бы вот внутреннего ребенка, мы сейчас говорим, да, о образах, внутреннего ребенка признать и давать ему место в своей жизни, чтобы он не вылезал спонтанно, где не надо, а чтобы четко осознавать его место, время, место, время и возможности. Так я понимаю, правильно? Да, 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 да. Вот, поэтому здесь вот такая ситуация, она, конечно же, связана с взрослением. И даже в этой ситуации супер взрослый ребенок, он тоже должен уже повзрослеть, потому что это такая копинговая стратегия, защитная стратегия, которая не дает ему возможность пластичности, возможность взаимообмена. То есть это, он всегда в позиции дающий, но психика, она, она из качеств психики гибкость, гибкость теряется. Если теряется гибкость, человек становится хрупким. То есть любой стресс, его, ну, приводит... Подкашивает буквально. Подкашивает. И на физическом уровне, и на уровне болезни, да, то есть и в психологическом вышибает. Поэтому более устойчивый этот, как образ, наверное, бамбук, да, бамбук гибкий, да, то есть на ветру качающийся. Ива такая же, да. То есть такой образ гибкости, пластичности. Чем более пластична психика, тем больше мы можем нагрузок вынести. То есть и быть более флексибл, гибкими, пластичными, восприимчивыми, реагирующими. Вот эти качества, они говорят о том, что человек психологически взрослый. А вот еще такой момент, когда мы говорим о том, что, ну, допустим, человек понял, что ему надо взрослеть, или кто-то ему об этом сказал, он услышал и так далее, да, есть же еще какие-то учителя жизненные, которых мы все-таки, ну, из категории значимых взрослых, да, которых мы можем прислушаться, к мнению которых. Но так случилось, например, что нет поддержки. Либо значимого взрослого нет, либо родителей уже в живых нет, либо друзей надежных нет. На кого опираться? Потому что все-таки взросление — это сложный процесс, тяжелый процесс. И, как мы уже с вами выяснили, не быстрый. На кого опираться, если в социуме опереться вот твой, как-то особо не на кого. Да, здесь такая задача — найти хотя бы одного человека, присмотреться, кто это может быть. Это может быть человек постарше. То есть все-таки значимого взрослого искать? Это может быть, да, это может быть человек постарше, все-таки, да, значимый взрослый. Это может быть психолог на время, да, то есть это может быть педагог, то есть и в редких случаях ровесник. Твой ровесник, но ровесник он ведь может поддержать именно как ровесник. То есть здесь нужна поддержка, если говорить про безопасную такую среду, поддерживающую среду. Хорошо, если есть кто помладше тебя, с кем у тебя хороший контакт, твой ровесник и постарше. И тогда получается как бы такая защищенная ситуация, что ты можешь обратиться за советом и поделиться с равным на равных. То есть и сам кому-то помочь. Каким-то опытом поделиться. И тогда получается достаточно гармоничная ситуация. А если, смотрите, вообще возьмем крайнюю ситуацию, в себе человек может создать вот эту значимую взрослую? В себе, внутри себя эту фигуру? Если мы говорим о психологической помощи, всегда нужен кто-то, в коммуникациях. Чтобы тебе помог. Все-таки коммуникации. Да, 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 обязательно, обязательно. Нужен другой человек, и нужен другой человек. Ну да, такая фраза на все времена. Это очень важно. Поэтому никогда не нужно оставаться одному, то есть преодолевая гордыню, чувство страха, умение просить, обращаться за помощью, говорить о том, что... Но понятно, что здесь нужно найти именно того человека, который тебя услышит, который тебя поймет, не осудит, не оценит, не будет сравнивать с другими и не будет... Ну, то есть сохранит тайну твою. Это, знаете, тогда можно пересмотреть немножко фразу Булгакова о том, что никогда ничего не проси у сильных мира сего, никогда ничего, сами все предложат и сами все дадут. Наверное, с точки зрения профессионального психолога это не совсем так. Да, надо, наверное, смотреть, уметь спросить о помощи. Уметь, да, что смотреть и так далее. Никто ничего не предложит, не даст. И самое главное, уметь формулировать запрос. Для того, чтобы уметь формулировать запрос, нужно понимать себя. А что мне нужно? Иногда потому, что человек испытывает чувство дискомфорта, но не умеет об этом говорить. У него актуализирована какая-то потребность, но он не понимает, что он хочет. Не то он голоден, не то ему нужно чувство любви, не то признания. То есть вот это чувство дискомфорта непонятно, откуда возникает. И, конечно же, понимание себя, то есть умение это облечь в слова, сказать об этом, это тоже говорит о взрослости человека. И умение попросить помощи, в том числе. И умение попросить о помощи. Не оставаться одному наедине со своими проблемами. То есть, по сути дела, признать свою слабость, да? Да, признать, побыть немножко слабым. Побыть слабым, то есть это не говорит о том, что ты ребенок, это не говорит о том, что ты несостоятельный, что ты плохой. Нет, это нормально, это нормальное качество наоборот взрослого человека. То есть все мы иногда бываем слабыми. А вот то, когда вы говорили про достигаторство, получается, что если человек в нем не временно, а постоянно застревает и становится вот именно вот этим самым достигатором, это детская позиция, да, которая мешает, ну, по сути дела, взрослеть. Вроде бы человек достигает на социальном уровне квартиры, машины, дома, пароходы, а это никак не способствует развитию его, взрослению его психики. Здесь нужно посмотреть, какие сферы у него ущемлены. Скорее всего, также идет гиперкомпенсация. Проваливается. Гиперкомпенсация. Нужно посмотреть, что у него в сфере отношений, что у него в сфере хобби. То есть он полностью проводит время только на учебе или только на работе. То есть есть ли у него какие-то другие интересы. Что в ресурсах вообще. Да, что является ресурсом для него. Я, значит, когда готовилась к передаче, несколько статей посмотрела, и там приводится перечень человека, допустим, как определить, что человек взрослый. Там 15 пунктов. Вот он такой-то, такой-то, ответственный, такой. Я про себя, я читаю и думаю, я что-то не знаю таких людей ни одного буквально. Ну, то есть это действительно такая редкая штука, что можно встретить внутренне взрослого человека. Во-первых, да, то есть как мы будем знать, внутренне взрослый или нет. Ну да, пока не пообщаемся. Если мы с ним, можно договориться на социальном уровне. То есть если человек соблюдает ваши договоренности, то это уже говорит о том, что это объективно взрослый человек. Можно общаться. С ним можно взаимодействовать, выстраивать коммуникацию, и на него опираться, и он не подведет. Это вот важный момент. Объективный критерий. Ну, получается, в завершении нашей передачи, можно сказать, что для ситуации «я хочу повзрослеть» не существует границ возрастных. Это можно процесс начинать в любом возрасте. Можно в любом возрасте и нужно в любом возрасте. Потому что это увлекательно, это интересно. Это о вас. Противопоказаний возрастных нет. Противопоказаний возрастных нет. По-моему, это прекрасный результат разговора нашего. И вот эта мысль, о которой я говорила, что все-таки есть связь с психосоматикой, когда по тем или иным причинам мы не хотим взрослеть, мы выбор делаем, я не буду взрослеть. Ну, как говорится, получив фашист-гранатку, как в анекдоте. Такая цена, получается, которую платит человек. И про адекватность все-таки. Взрослому, как вы тоже сказали, взрослому человеку легче адекватно относиться не только к себе, но и к окружающему миру. У нас была сегодня очень интересная тема. Спасибо вам большое, Инжиан Варман, за то, что вы пришли и очень интересно рассказали. И вот прямо у меня свои собственные инсайты были сегодня на эту тему, с которыми я вроде попыталась поделиться. Я думаю, что мы хорошо раскрыли эту тему. Спасибо вам большое за внимание, дорогие зрители. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Жова. Всего вам хорошего. С вами была программа «Фокус на человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова